Доклад свой, раз я готовила со специалистом геологоразведки, соответственно, я хочу показать вообще в общем, что представляет наш картографический модуль. И хочу показать, как модуль используется именно представителями подразделения ГРРЭ. Ну и в конце расскажу вообще, какие специалисты, каких подразделений пользуются данным модулем. Немного о всей системе информационно-аналитической ВЛИНФО. За долгие годы работы филиала Коголымни-Пеневть в городе Тюмени в базах данных был накоплен огромный массив геолого-геофизической и промысловой информации. Регулярно возникала потребность в том, чтобы найти нужные данные, как-то их представить, сделать нужные выборки. Поэтому в 2010 году было решено создать информационно-аналитическую систему, первый модуль которой появился в 2011 году уже. Первым модулем был модуль по поиску скважиной информации, по поиску и представлению. К настоящему времени в информационно-аналитической системе ВЛИНФО насчитывается 12 модулей для всех специалистов и 7 модулей для того, чтобы можно было администрировать информацию. Массив данных представлен действительно впечатляющий, только фонд скважин ЛЗС, информация по которым есть в информационно-аналитической системе более 65 тысяч. В 2014 году было получено патентное свидетельство на базу данных ВЛИНФО и на саму информационно-аналитическую систему. Картографический модуль – это сравнительно недавний молодой модуль информационно-аналитической системы ВЛИНФО. Решение о его создании было принято в середине 2014 года, когда было закуплено программное обеспечение. Кроме того, остаток 2014 года был потрачен на то, чтобы можно было собрать предложения от специалистов филиала, создать рабочую группу. То есть модуль вообще нацелен на удовлетворение как раз потребностей специалистов филиала. Поэтому планировался он в соответствии с тем, что специалисты изложили. В 2015 году осуществлялась публикация картографических сервисов, разрабатывался активный интерфейс картографического модуля, а также было проведено тестирование на небольшой группе, в том числе и предметных специалистов различных подразделений. В 2015 году после опытно-промышленной эксплуатации было решено предоставить доступ специалистам филиала. В 2016 году в апреле был предоставлен доступ всем специалистам филиала. Кроме того, знаковым можем считать то, что в конце 2017 года была создана возможность доступа всем авторизованным пользователям во внутренней сети филиала в различных регионах. В 2018 году, что у нас сейчас происходит, мы собственно разрабатываем новую версию информационно-аналитической системы ВЛИНФО. Ну и соответственно подключаем к ней новые регионы. Источники данных для картографического модуля. Ну, это непосредственно база данных ВЛИНФО. Кроме того, источниками являются информация из отдела главного маркшейдера, информация от маркшейдерской службы Лукоил Западная Сибирь, информация из территориальных фондов, материалы НИР, данные, которые передают специалисты филиалов, филиалов в том числе, результаты их работ, и открытые источники данных. Вот так выглядит интерфейс картографического модуля. В картографическом модуле представлена информация по лицензионным участкам Лукоил Западная Сибирь, а также за их пределами. Для специалистов филиала картографический модуль является инструментом экспресс-анализа и источником пространственных данных как по действующим объектам недропользования, так и по перспективным объектам. Информация в картографическом модуле организована в сервисы. К настоящему времени опубликовано 48 общедоступных сервисов, 9 сервисов с ограниченным доступом и 8 сервисов находятся в разработке. После того, это было в 2016 году, как массив данных, количество сервисов, слоев значительно увеличилось, мы разделили информацию в картографическом модуле на отдельные блоки. Так выделили скважинную информацию, данные по недропользованию, общие слои, данные по инфраструктуре, по основе, зоны ограничения недропользования и огромный массив структурных карт, прежде всего структурных карт, конечно же, Западной Сибири. Наиболее популярными картографическими сервисами по статистике за время использования картографического модуля является карта лицензирования, геолого-геофизическая изученность, естественно, сервисы ТОП-основы, карты недропользования, объекты нефтегазовой инфраструктуры, скважинная информация, объекты транспортной инфраструктуры, нефтегазоносное и литофациальное районирование, а также тектонические карты. К настоящему времени имеется более 40 инструментов для работы с данными в картографическом модуле. Это как базовые функции ГИС, которые связаны с просмотром данных, изменением оформления слоев, добавлением их на карту, идентификации, запросами и прочими. Кроме того, есть функции, которые позволяют осуществлять связь картографического модуля с базой данных и с другими модулями информационно-аналитической системы. В частности, это связь с модулем электронный архив НИР и с информационно-поисковой системой скважинной информации. Вообще, теперь перехожу к той части, чтобы продемонстрировать, как сотрудники геологоразведки для каких целей используют наш картографический модуль. Вообще, сотрудники геологоразведки и специалисты, которые занимаются продлением лицензионных соглашений, внесением в них изменений, имеют прежде всего дело со срочными лицензиями на недропользование. В связи с чем необходимо проводить мониторинг? Мониторинг, так как нарушение любых сроков работ по недропользованию внесет за собой определенные санкции, поэтому работы должны проводиться оперативно. В связи с этим становится актуальной задачей именно мониторинг той информации, тех различных массивов данных, которые возникают по объектам недропользования. Так выглядит интерфейс картографического модуля и, собственно, рабочий процесс. Специалист геологоразведки, приходя, как он мне, собственно, рассказывал, утром на работу запускает модуль картографии, а также другие модули информационно-аналитической системы ВЛИНФО, добавляет нужный набор данных, а это прежде всего границы лицензионных участков Лукоил, Западная Сибирь, лицензионные участки за пределами ЛЗС, как мы их называем, скважинная информация, ну и изученность территории. Это тот набор данных, с которым постоянно приходится манипулировать специалистам геологоразведки. В картографическом модуле специалист имеет возможность посмотреть информацию по анализируемым объектам недропользования. Например, увидеть регистрационный номер, лицензии, тип отвода, информацию по площадям, сделать какие-то выборки, выбрать как по существующим объектам, так и по произвольной области. Хочется сказать, что картографический модуль пришелся, так скажем, кстати, в плане подготовки информации по лицензионным соглашениям. В картографическом модуле представлен значительный набор данных по лицензионным участкам и горным отводам. То есть имеется информация по 110 действующим лицензионным участкам ЛЗС, 23 контура горных отвода, а также информация по участкам, которые находятся в сфере интересов службы геологоразведки филиала, ну и информация о лицензиях, как действующих, так и не действующих по территории Российской Федерации из открытых источников данных, что тоже является важным и актуальным при рассмотрении информации по лицензиям. При помощи картографического модуля можно просмотреть информацию и проверить ее на соответствие текущим возможностям недропользования. В частности, некоторые лицензии подразумевают под собой не только эксплуатацию, но и, например, в лицензионном соглашении можно просмотреть, что данная территория может использоваться для разведки и для поисковых работ. Например, имеем границы лицензионного участка и контур горного отвода, а также эксплуатационный фонд скважин, поисковый фонд скважин. Горный отвод – это понятно, там мы можем осуществлять добычу в пределах границы, но на остальной территории участка может возникнуть такая ситуация, что по результатам изучения территории, по каким-то результатам изученности прошлых лет, мы могли увидеть купол, положительную структуру и, соответственно, если есть такая возможность, естественно, если это рентабельно для организации, нужно ее более подробно изучить, пробурить скважины или провести 3D-съемку и, соответственно, возможно осуществлять добычу на этой территории. Соответственно, проверив возможность проведения поиска в пределах границ лицензионного участка, специалист может дать рекомендации недропользователю, например, изучить данную положительную структуру. Информация по изученности. Хочется отметить, что информация по изученности является одной из самых востребованных в картографическом модуле. В картографическом модуле имеется большой массив информации по изученности, как той, которая отстраивается непосредственно из базы данных ВЛИНФО, так и из открытых источников данных. Пример, то есть, например, только из базы данных специалист имеет доступ к 1900 сейсморазведочным работам 2D и 3900 контурам НИР. Кстати, хочется отметить, что в зале присутствуют те специалисты, которые занимаются загрузкой этой информации в базу. Для чего используется информация по изученности? До появления картографического модуля при написании разделов по изученности участка недр, как это делали специалисты? Специалисты поднимали отчеты, отчеты прошлых лет, а, как известно, информация по изученности устаревает практически молниеносно, то есть, отчеты прошлых лет, они являются неактуальными. Через картографический модуль специалист может выбрать по своему участку именно актуальную изученность и легко предоставить, соответственно, вставить это в раздел отчета, либо использовать для создания иллюстративного материала для НИР или для госорганов, если это необходимо. Кроме того, при помощи картографического модуля можно восстанавливать хронологию изученности по участку, что является важным и актуальным для того, чтобы можно было апеллировать перед госорганами о необходимости пересмотреть лицензию, пересмотреть границы лицензии, либо, соответственно, какие-то условия лицензионного соглашения. Востребована эта изученность именно визуализация изученности скважиной информации. Можно использовать инструменты выборки картографического модуля с целью получения определенного набора скважин по участку, соответствующему, например, отдельным критериям, и дальше работать с этой скважиной информацией более детально в модуле ВЛИНФО «Информационно-поисковая система скважиной информации». Кроме того, можно решать обратную задачу. Например, есть какой-то участок недр, по этому участку были пробурены эксплуатационные скважины, посмотрели, что дебет на скважинах ниже ожидаемого, соответственно, могли быть сделаны какие-то неправильные выводы о свойствах коллектора, и, соответственно, необходимо пересмотреть, возможно, лицензионное соглашение, что выявленная структура и разрабатываемая является не такой уж рентабельной, как ожидалось. Соответственно, можно передать данные на обороты системы информационно-поисковой скважиной информации и представить их на карте, и посмотреть уже, где они ложатся на какую структуру территориально. Очень большой массив данных, это почти 300 слоев у нас посвящены районированию. Вообще хочется сказать, вот этот раздел данных картографического модуля, это именно информация, которая предоставлялась специалистами филиала. То есть большая часть это те материалы, которые предоставляли специалисты филиала. Для специалистов геолого-разведки востребованы прежде всего карты нефтегазоносного районирования и тектонические карты. Такой информации, как карты толщин по опорным отражающим горизонтам, литофациальное районирование, палеогеографические карты, в основном пользуются сейсмики. Информация по тектонической изученности территории присутствует во всех отчетах и является неотъемлемым разделом информации об участке в рамках лицензии. Представлена информация в картографическом модуле по объектам инфраструктуры и зонам ограничения недропользования. Опять же, как по территории Лукоил-Западная Сибирь, так и за пределами. Недропользовательская деятельность напрямую зависит от информации по объектам инфраструктуры. Используя картографический модуль, можно оперативно получить информацию о инфраструктуре текущего участка, а также о перспективных территориях, использовать эту информацию для того, чтобы подготовить ТЭО. В частности, одной из недавно полученных лицензий является лицензия на щучий участок. Как раз при подготовке ТЭО по данному участку использовался картографический модуль. Зоны ограничения недропользования. Даже если лицензия уже выдана, следует обращать внимание на ограничения недропользования и, соответственно, специалисты, которые занимаются лицензиями, используя картографический модуль, могут до бурения эксплуатационных скважин оперативно предупредить недропользователя о наличии на территории лицензионного участка каких-то зон ограничений. Это территории традиционного природопользования и особо охраняемые природные территории. Мультимасштабная топо-основа. Помимо прямого назначения в качестве картографической подложки, активно используется специалистами филиала, опять же, при подготовке ТЭО, при освоении нераспределенных участков фонда в недр, чтобы получить информацию о условиях на территории и, соответственно, сделать в результате ТЭО оценку рентабельной или нерентабельной, пользоваться данным участком, приобретать данный участок, а также используется при подготовке описаний по участку в рамках НИР. Картографический модуль позволяет оперативно создавать карты, в частности, вот пример карты, созданной при помощи картографического модуля, но не все задачи, естественно, работы с пространственными данными решаются при помощи картографического модуля, поэтому есть возможность выгружать данные для дальнейшей работы, например, в программных продуктах изолайн или десижн-спейс. Развиваем мы картографический модуль для наших пользователей, соответственно, у модуля есть большая регулярно обновляемая справка, регулярно публикуем новость об изменении функционалий и составе данных картографического модуля. Картографический модуль позволил организовать весь массив данных, накопленных в филиале пространственных в единое координатное пространство, до этого данные были в различных системах координат местных, и позволил, соответственно, очень легко и просто для конечного пользователя оперировать этими пространственными данными. Вот так выглядит статистика по подразделениям, прежде всего разделения специалистов филиала. Ну и модуль активно развивается, в частности, за текущий год у нас появилось 46 новых пользователей. Из перспективных планов это внедрение ВЛ-Инфо в других регионах хочется отметить и создание принципиально новой информационной поисковой системы клиентского приложения на стандарте HTML5 JavaScript. У меня все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо огромное. Мы с Натальей работаем, мне кажется, в тысячи лет. Мы не такие старые еще. Вот, что совершенно здорово, что каждый раз, приезжая выступать к нам на конференцию, она приезжает с каким-то новым проектом, новой частью, новой системы. Это потрясающе. Спасибо большое за вашу работу. Спасибо. Спасибо.